МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Самое важное для жителей Ставропольского края новости в информационной программе День. И вот ключевые темы этого понедельника. Вынужденный простой в краевом центре около 50 маршрутчиков не вышли на линию. Почему? Разбиралась Кира Рогожина. В Петровском округе людей с ментальными нарушениями учат жить самостоятельно без опеки родителей. Подробности в нашем репортаже. Подвиг, который не забыть. Ставрополь вошел в десятку городов страны, где проходит патриотическая акция «Дорога памяти». Подробности в репортаже Екатерина Сегеда. Утро понедельника оказалось совсем недобрым для жителей юго-западного района краевого центра. Многие опоздали на работу, не смогли дождаться общественный транспорт. Водители 48 маршрута объявили забастовку из-за нового перевозчика с номером 84, который следует по тому же пути. Почему перемена цифр местами вызвала такой бурный протест? Маршрутчика выслушала Кира Рогожина. Такого долгого перерыва между рейсами за более чем трехлетнюю практику водитель Иван Мартынов не припомнит. Утром рассказывает, как обычно отогнал маршрутку на техосмотр, сам прошел врача. Получил разрешение на выезд. Не успел проехать и был маршрута, как вернулся на конечную остановку. Поддержать коллег, которые отказались выходить на линию. Больше ничего другого не остается делать, как сделать данный жест, который мы сделали, чтобы нас услышали просто-напросто. И помогли. Но нам не дают спокойно работать. То есть незаконный перевозчик, заказной. С так называемыми нелегалами водители 48-го официального городского маршрута, говорят, воюют уже не первый год. Но теперь конфликт дошел до точки кипения. На линию вышел новый перевозчик с номером 84. Он едет так же, как и 48-й. Владелец маршрута тот же, что и 88-го давнего конкурента легального городского перевозчика. Не дают нам работать. Они создают аварийные ситуации. Чтобы избежать аварийных ситуаций, перевозки пассажиров, мы решили не ехать просто сегодня. Правда, избежать провокаций не удалось. Едва мы на 100 метров отъехали от остановки. Авария. На пересечении улиц Рогожникова и Савченко столкнулись 48-я и 84-я маршрутки. Кто виноват в ДТП, предстоит разбираться с сотрудником госавтоинспекции. Через несколько минут на место приехала заместитель гендиректора компании-перевозчика 88-й и 84-й маршруток Наталья Григорян. Женщина долго беседовала с кем-то по телефону, потом все же уделила время нам. Она рассказала, что нападки на нее со стороны 48-го маршрута идут давно, но почему – не понимает. Работает легально, лицензия есть. Ее фирма занимается заказными перевозками. Сейчас «Фрахтователь» – фирма, выпускающая полиграфическую продукцию. Ее, собственно, и продают водители. Этакий киоск на колесах. Направление движения у нас определяет фрахтователь. Мы не мешаем 48-му маршруту. Вы пассажиров перевозите? Мы возим покупателей полиграфической продукции, да. Право проезда в наших транспортных средствах в соответствии с документацией, договором фрахтования являются покупатели полиграфической продукции. Мы решили проверить. Снимаем на мобильный телефон. Вот остановка на Тухачевском рынке. Подъезжает 88-я маршрутка. Я захожу внутрь, сажусь на свободное место. Проезжаю несколько остановок, собираюсь выйти. Никакой полиграфической продукции мне не предложили. Как, впрочем, и другим пассажирам. Обычная маршрутка, только стоимость проезда меньше. Не 23, а 20 рублей. На остановке, пожалуйста. Спасибо. Один. Спасибо. В причинах появления киосков на колесах разбирается теперь окружное управление РОСТ-транстанцора. Они вышли на линию и проверили несколько таких маршруток. Была создана сегодня группа. В течение трех часов на маршруте указанном было только два автобуса 84-го маршрута. В данном случае два автобуса эти были проверены. Выявлены были административные нарушения. Составлены протоколы. Дальше водители будут привлечены к ответственности. Работа будет продолжена. С забастовкой 48-го маршрута разбираться предстоит администрации краевого центра. Именно она выдавала разрешение на перевозки и маршрут. Но за борьбу с нелегалами официальный перевозчик может пострадать. За срыв работы у него могут отобрать лицензию. К обеду руководству компании-перевозчика все же удалось уговорить водителей выйти на линию. Но на этом история вряд ли закончится. Маршрутчики пообещали, что если на их проблему не обратят внимания, акции повторятся и станут более масштабными. Уже завтра, несмотря на санкции, могут стать еще два маршрута. Мы будем следить за развитием ситуации. Ну а проехать зайцем не удалось Кире Рогожиной и Александру Бородину. Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. Ходить в магазин, убирать постель, готовить, стирать и все без опеки родителей. В Петровском округе людей с инвалидностью учат жить непросяничьей помощи. Эта практика называется сопровождаемое проживание. Ее внедряют в местном центре соцобслуживания. Как она работает, изучила Джамиля Ибрагимова. В понедельник, 7.30 утра, 25-летний Кирилл уже на ногах собирается. Сегодня у него занятия в центре соцобслуживания. Чуть свет спешит на маршрутку ехать в Светлоград. В Донской балке каждый знает, Кирилл едет учиться самостоятельной жизни. Здорово, Кирилл. Ты что, с парад едешь? В порядке тебя? Ну давай, удачи. Кирилл особенный парень. Он по жизни придерживается принципа «все сам». При этом за все 25 лет он не произнес ни слова. Другие ребята с такими ограничениями боятся даже из дома выйти в одиночку. Не говоря уж о том, чтобы каждый день ездить в чужой город. Но он другой. Вот так Кирилл каждый день ездит из Донской балки в Светлоград. Самостоятельно, один. Ну и составили сегодня компанию. Кирилл, как настроение? Его ждала обычная судьба инвалида – сидеть дома и во всем зависеть от родственников. Не приготовить поесть, не заправить за собой постель. Все изменилось, когда бабушка Кирилла привела парня в местный центр соцобслуживания. Тут особенных людей учат жить, ни о чем не прося других. Выбираем батон, смотрим срок годности. 18-е, 0-3-е. Берем. Обычный поход в магазин для инвалидов раньше был проблемой. Теперь по силам. Вот так каждый раз воспитанники центра ходят за продуктами, учатся их выбирать и самое главное – рассчитываться на кассе. Пока все под присмотром педагога. И затем режу наводчик. Хорошо? Вот так будешь резать, чтобы тебе было удобно и соскользнуло. А вот инвалидов тренируют на кухне. Многих обучают практически с нуля. Одни учатся готовить горячие бутерброды, другие – салаты. Кажется, что проще простого, но для людей с ментальными нарушениями – это то, что дается с великим трудом. Как ты думаешь, хватает майонеза здесь? Хватает или еще добавить? Пойдет, да? Хорошо. Еще послался. Умничка. Все, салат у нас готов. Кто-то ни разу не убирал за собой кровать, кто-то не мог сложить свои вещи. Что уж говорить о том, чтобы мастерски делать изделия из бисера. Теперь они своими руками творят такие чудеса. Авторское изделие Кирилла – такие браслеты. На дни рождения он нам обязательно делает какой-то подарок и дарит обязательно свой браслетик на счастье. Я так понимаю, что он не представляет ювелирной ценности, но в плане кусочка любви он представляет колоссальную ценность. Правда? Ребятам нравится. Это для них глоток воздуха. А здесь у них свой коллектив, свои интересные мероприятия. Поэтому для них это реальная жизнь. Эту систему петровские соцработники подсмотрели у псковских коллег. Теперь внедряют у себя. Главная ее цель – помочь людям с ментальными нарушениями ни от кого не зависеть. Дать шанс на нормальную жизнь и научить заботиться о себе самим. Джамиля Ибрагимова, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение из Петровского городского округа. В Ставрополе приняли эстафету «Дороги памяти». Это патриотическая акция, которую организовал Следственный комитет России. Специальную капсулу в форме гильзы наполняют землей из городов-героев и мест сражений. И отправляют через всю страну, как символ преемственности поколений. Дань памяти тем, кто погиб, защищая родину, отдала и Екатерина Сегеда. Масштабная патриотическая акция стартовала во Владивостоке. Капсула времени прошла через всю Россию. В Ставрополь ее привезли из Ростова-на-Дону. К этому времени уже собрали землю с героических мест нескольких городов. В эти дни, когда мы готовимся к празднованию 74-й годовщины Великой Победы, каждый из граждан Ставрополя поддерживает нас. Убеждены в том, что то, что мы делаем, даст продолжение той памяти, священной памяти о подвигах наших отцов и дедов. И прадедов наших молодых ребят. Почетное право набрать для капсулы Ставропольской земли предоставили ветерану Великой Отечественной войны и сыну сотрудницы краевого следкома, которая погибла при исполнении. В Ставрополь прибыли делегации и из других городов воинской славы Северного Кавказа, Нальчика, Молгобека и Владикавказа. Они привезли с собой кесеты со своей землей. Участники эстафеты поместили их в капсулу в форме гильзы. Я очень благодарен, что город Ставрополь стал одним из участников этой эстафеты. Мы гордимся нашим городом. Остались буквально там считанные месяцы до 74-й годовщины Победы. В эти дни мы всегда стараемся наполнить смыслом своего долга, своего отношения и передать это долг и отношение нашим детям, а именно нашей победе. Приглашенных на мероприятие ветеранов войны наградили медалями Следственного комитета России, а также отметили и современных героев. Среди них и школьник из Придгорного района. Тимур спас девочку от возможной смерти. Возвращаясь домой из школы, он увидел, как ее душил, неизвестный и нераздумывая, бросился на помощь. Злоумышленник при виде мальчика сбежал. Смелый поступок Тимура оценили в следкоме и вручили ему медаль за содействие. Как говорит сам школьник, у нас есть на кого равняться. Если бы не они, мы бы сейчас находились в рабстве. Мы бы находились под влиянием других людей. А благодаря нашим детям и прадедам мы получили свободу. Они подавлялись собой ради других. А в конце церемонии участники возложили цветы к огню вечной славы. Следующим капсулу времени примет Севастополь, а завершится эстафета у стен Брестской крепости. Там, где и началась Великая Отечественная война. После завершения всех памятных мероприятий капсула с землей отправится на хранение в музей Следственного комитета Российской Федерации. Екатерина Сегеда, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Хотите знать больше о событиях на Ставрополье? Заходите на наш сайт stv24.tv И, конечно, следите за нашими эфирами. Увидимся на своем. Севастопольское телевидение. Севастопольское телевидение.